Каждый путешественник сам подбирает интересные маршруты для самостоятельного путешествия. И несмотря на то, что в радиусе 3-4 тысяч километров мы уже многое посмотрели, все равно открываются новые направления, которые стоит посетить. А путешествие на автомобиле дает возможность исследовать новые места и насладиться природой и культурой другой страны. Пристегивайтесь, впереди нас ждет интересное путешествие. А путешествовать мы будем по Греции. Что мы наметили посмотреть в Греции? Парящие монастыри-метеоры, самые красивые пляжи Ионического побережья, крутые горные массивы, бесконечное множество красивых извилистых дорог и несколько отмеченных нами локаций. Греция – это место, где история, природа и культура сплетаются в непередаваемой красоте. Тут каждый камень, каждое здание переполнено мифами и легендами. Греция – это не только страна, это состояние души, где море и горы соединяются в гармонии. И чтобы посетить эту страну, нам нужно пересечь три границы. Выехали мы из Кишинева рано утром, и первую границу мы буквально пролетели. Машин не оказалось практически совсем. Но в Румынии в октябре месяце погода не согревает абсолютно. Посмотрите на градусник – 4 градуса. И путешествуя на автомобиле в Румынии, не забывайте покупать винетку. Цена ее 3 евро. Можно купить онлайном, но не всегда сайт работает. равенетка.ру. Но мы купили на заправочке, двигаемся дальше. Также не забываем про винетку на болгарской границе. 9 лево в стоимость, терминал прямо на таможне. Друзья, ну а если вы по дороге на Софию так же, как и мы, проезжайте поселок Румянцево, и после него ищите вот такой ресторан Добревский. С правой стороны он будет. Вкуснейшее мясо, обалденно вкусно все, и не очень дорого. Да, и чтобы вам было понятно, это напрямую с мясокомбината. 25 болгарских хлебов. Я думаю, нормально. А рядом с рестораном вы найдете фермерский магазин, в котором продаются козье молоко, сыр, моцарелла. В общем, такие вкусняшки, обалдеец. Но мы пообедали, едем дальше. Болгарско-греческую таможню прошли за 10 минут. 4 машины вообще на сквозняк пробежали. И сразу после таможни греческой нас встречает платный автобам. 2 евро проезд. Да, и поражают виды, друзья. Конечно же, мы проезжаем мимо горного массива Олимпа. Это просто шикарные, огромные горы. Это не просто одна гора, а целый горный массив. Олимп, конечно, выглядит впечатляюще. А еще меня удивляют греческие автобамы. В отличие от итальянских и французских, где стоимость 10-20 евро за отрезок автобама, тут это 1,5-2, 2,5 евро. Приятно. Ехать можно. Да еще к тому же он практически пустой. Очень мало машин. То есть мы едем уже, наверное, полчаса, машин нет. Это будний день. Ну а на заправке в Греции хочется плакать. Цены на топливо на автобаме на евро дороже. Так что берите на заметочку. Просто съезжайте в сторону любого поселка, и вам будет на евро дешевле. Мелочь, но приятно. Значительно приятно. Вот мы свернули буквально 1 километр от автобама, и цена сразу же меняется. Друзья, если вы будете останавливаться на автогрилях в Греции, которые находятся на автобаме, обязательно попробуйте бриоши. Это просто шедевр. Посмотрите, какая красотища. Белый и черный шоколад. 16,95 стоимость. Очень вкусные бриоши. Советуем. Мы даже взяли один с собой. Ирка довольная. Вообще, эта шекарня создана 1948 года. То есть, это семейный бизнес, который поддерживает семейные традиции. Ребята, кто-то из вас видел, как растет хлопок? Вы только посмотрите на эту красоту. Первый раз я вижу, как растет хлопок. Он такой прикольный. Вот такой вот бутон. Он раскрывается. И открывается вот так вот натуральный хлопок. Красиво. Целая плантация. От автомобильного путешествия мы хотим получить максимум удовольствия. Поэтому мы решили не задерживаться в больших городах. И переночевав в отеле в первом греческом городе Салоники, двинулись дальше. Кстати, отель весьма уютный и располагает задержаться. Но это уже будет в следующую поездку. Преодолев более 200 километров в направлении метеоров, у подножья гор нас встречает небольшой город Коломбака. Городок по-домашнему уютный и очень колоритный. Много кафе, ресторанов и магазинчиков тут. Сам город очень старый, но очень хорошо развит. И он до сих пор принимает множество туристов. Ведь Коломбаку часто выбирают для ночлега перед посещением монастырей. Поднимаясь по извилистой дороге сквозь зеленые пейзажи, дыхание замирало от увиденного. С каждым новым поворотом открывались все новые виды. И казалось, что мы приближаемся не только к метеорам, но и к некоему древнему миру. И как будто в небесах все выше и выше перед нами вырастали величественные монастыри-метеоры. Сказать, что мы были поражены, ничего не сказать. Друзья, в один из монастырей мы все-таки решили подняться. Это монастырь, если я правильно понимаю и читаю, Пайканов называется. В общем, давайте посмотрим, что там наверху. Ирка говорит, что мы устанем. Хорошая зарядка. Мы заметили, что очень много китайцев, корейцев, да вообще иностранцев очень много. Локация известная и очень красивая. Фух, много ступенечек. Что, Ирка, устала? Пока нормально. Ты считаешь ступеньки или нет? Сбилась со счета уже. Обязательно возьмите с собой водичку. Здесь вы можете посмотреть время работы монастыря. Не упустите этот момент. Если приедете поздно, не сможете посетить его. И обязательно придерживайтесь формальной одежды. И если вы забыли платок, как я. Я купила его в городе за 8 евро. Здесь вы можете приходить, купить такой платочек за 3 евро. Это очень удобно. То есть тут вход в сам монастырь только для служащих. И там они уже живут и работают, молятся. Заметьте, на стене лестница. Специальная такая, чтобы подняться высоко, когда надо. Вот такой прикольный мост наверх. 6 евро, 2 билета. Идем посмотрим, что внутри. Первый монастырь. Магазин с сувенирами обязательно не пропустите. Тут, походу, разные рома масла, разные какие-то штучки интересные. Ну, естественно, магнитики и всякие фигурки. Не без этого. И даже мыло присутствует по 6 евро. Местные монахи плетут браслеты, производят сувениры. От гальки разного размера до магнитов, на которых рисуют свой монастырь. Свой сувенир вы можете сделать личным, добавив свое имя или пожелание. Мастерская. Тут, видимо, расписывают иконы, реставрируют. Или готовят сувениры на продажу. Внутри самой церкви снимать запрещено. Но вы сможете прикоснуться к чудотворным иконам, полюбоваться древними фресками. И, возможно, даже почувствуете непередаваемую атмосферу. Тут перед нами открывается балкончик. Вот такая терраса. Где неописуемые виды. Но очень-очень опасно, я вам скажу. Очень опасно все выглядит. Высота просто бомба. Короче, наверх тропа идет в лес. И по холму этой горы вы можете прогуляться. Но мы оставили силу на следующую гору. Будем двигаться к следующему монастырю. Не менее интересный. А я думаю, даже еще более интересный. Поэтому не забывай ставить лайки. Это пока все еще бесплатно. Вот он, красавец, нас ждет. Вот он. Друзья, рядом с монастырем Варлама. Это вот этот большой монастырь. Все ребята приезжают на мотоциклах, на автодомах даже. Есть прикольная, очень красивая смотровая, где инстаграмные фоточки можно сделать. Локации тут для фотографий просто бомбические. Забрались на эти камни. Вы только посмотрите сюда. Это вообще страшно, если честно. Вниз обрыв и эти монастыри. Мостик, тропа наверх. Это вообще просто бомба. Ну, вниз не пойду, там обрыв очень крутой. Что, Верка, страшно? Конечно, коленки трясутся. Да, действительно, коленки трясутся. Камера не передает. Высота огромная. Страшно капец. Ну, кстати, чем-то напоминает Каппадокию. Такие же фалосы, типа. На Фессалейской равнине возносятся к небу скалы Исполины. А когда-то они являлись дном озера и появились более 20 миллионов лет назад. С течением времени, когда вода ушла, эти скалы приобрели причудливые формы. И теперь местность здесь напоминает город из скал. И вот на крышах этого города, который создавался искусным монахом и его учениками, в столетия за столетиями возводились православные монастыри. Теперь это величественные метеоры, одно из чудес света. За века существования монашеской страны здесь осталось всего 6 монастырей из 24. 4 мужских и 2 женских. И монахи придаются молитвам ежедневно, буквально между небом и землей. Ведь именно так, парящие в воздухе, переводятся названия метеоров. Метеоры – это место, где одновременно испытываешь страх и восторг, головокружение и спокойствие. Да, друзья, теперь я понимаю, почему тут так много туристов. Ну, и следующий монастырь, в который мы зайдем – монастырь Варлам. Ну, естественно, снимать не разрешат внутри, как обычно. А, тут ступени наверх. Ну что, давай, качаем ноги. И несмотря на то, что уже конец сезона, октябрь месяц, туристов все равно очень много. И создаются большие очереди. Ну что, остались последние ступеньки. И мы внутри. Вау. Друзья, вход – 3 евро с человека. И наверху нас встречает смотровая. Идемте, полюбуемся этими прекрасными видами. Вот он, сам монастырь наверху. Люди ходят тут по кругу. Куча китайцев. А мы выйдем на балкон. О, колокольная какая красивая. Обалденная колокольная. Интересно, как она звучит. Вид на миллион. У-ху! Супер! Друзья, важная отметка. Монастырь в Орлам обязательный к посещению. Вы не будете разочарованы. Это действительно локация достойная, красивая. Тут все прелести, как говорится, метеоров. Друзья, ну и, конечно же, та самая система, как доставляют продовольствие на эти монастыри. Вот она. Обыкновенная такая люлька. Крюк. И лебедка вниз. Естественно, сейчас она электрическая, но в те времена она была ручная. Ну и рельсы, по которым тачку выкатывали. Выкатывали с помощью, вручную, с помощью троса, который крутили люди. Трос наматывался и тянул люльку наверх. В отдельной комнате стоит огромная бочка. Она очень большая и очень старая. И я вам скажу, что тут есть место для чопа. Наверное, тут было вино когда-то. И люк, наверное, для того, чтобы чистить ее. Ну и сюда сейчас все кидают деньги. В общем, своего рода копилка получилась. Можете себе представить, наверху в монастыре был свой колодец. Естественно, он воду брал с самого низу, но на сегодняшний день он уже подсох. И это тоже копилка для денег на сегодняшний день. То есть, чтобы было понятно, все в деньгах. Закидали туристы. А раньше тут была вода. Вот оно золото. Золото. Метеоров. Да, все золото метеоров тут. Перед входом в монастырь есть небольшой базарчик с сувенирами. Здесь можно приобрести сувениры гораздо дешевле, чем в самом монастыре. В этот последний монастырь мы уже не успели. Это самый-самый большой монастырь, который есть на метеорах. И не забывайте, монастырь работает до 3 часов. На расписании есть 9.30 до 3. Конечно, метеоры впечатляют и завораживают. Уникальные монастыри, расположенные на скалах, создают великолепные виды и атмосферу. Метеоры, пожалуй, один из самых интересных скальных монастырей в мире. Даже если вы атеист, сюда точно стоит приехать. Ребята, и последний чекпоинт, который находится между метеорами, это локация для инстаграмных фоточек. Это именно то место, где вы сделаете те самые фотографии с этим самым прекрасным видом. Но будьте осторожны, не упадите. Очень-очень высоко. Ну, а пока вы смотрите красивые кадры, мы решили перекусить. Ирка нарезала кексик. Ух, как Ирка, вкусненько? Вкусно. Вкусно. Ну, а вы завариваете себе тоже чаечек, что-нибудь вкусненькое накладываете. Приятного просмотра. И запускаем тяжелую авиацию, чтобы показать вам всю красоту природы. Субтитры подогнал «Симон» Ну, а если вам будет вечером после метеоров скучно в отеле, вы можете прогуляться в Коломбату. Центр города шикарно. Посмотрите, какая тусовка кругом. В ресторанах куча заведений, люди отдыхают, играет музыка. Очень атмосферно. В городе красиво. Всем доброе утро. Заселились ночью в отель. Ничего не было видно. А сейчас проснулись. И посмотрите на эту красоту. Картинка красивая. Ну, а мы идем завтракать и двигаемся дальше. Друзья, мы настолько впечатлились видами метеоров, что с утра приняли решение еще раз на них посмотреть. На рассвете это вообще другая картинка абсолютно. Красота. Супер. Ребята, советуем обязательно приехать. Тут все приезжают, бабушки, дедушки, на велосипедах пешком. Они все тут отдыхают и любуются. Это просто какое-то чудо света. Это просто восторг. Следующий чекпоинт. 300 километров. Двигаемся на юг. Проезжая по дорогам Греции, вы наверняка видели вот такие домики. Но это не означает о том, что здесь кто-то погиб. Эти небольшие памятники у дорог, сделанные в виде церкви или домика, называются кандилакиями и проскинетари. Они могут быть деревянными, каменными, либо железными. В чем отличие, мы так и не поняли. Но у них есть схожесть с нашими венками и крестами у дорог. Но в Греции их ставят не только там, где кто-то погиб во время ДТП, но и там, где наоборот все выжили. Как напоминание проезжающим об опасностях дороги. Средиземноморская Греция – это путешествие в прошлое. Погружение в красоту истории. Ну а как же Греция без моря, спросите вы. Давайте уточним, что Греция омывается тремя морями. Ионическим, Средиземным и Эгейским. Левкада считается самым красивым из ионических островов Греции. Его название переводится как «Белый остров». И этот остров соединен с материком насыпной дамбой. Сюда можно легко и быстро добраться. А главное – бесплатно. Для удобства мы заселились в домике, расположен в начале острова. Это и будет нашей отправной точкой для путешествия. Давайте отправимся и исследуем самые красивые пляжи этого острова. В пяти минутах от нашего домика находится прекрасный пляж Агиос Иоаннис. Он известен своими огромными просторами и красивыми видами на Иоанническое море. В сезон пляж полностью оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Агиос Иоаннис также известен своими ветряными мельницами, которые создают уникальную атмосферу пляжу. Кстати, пляж очень популярен у любителей кайтсерфинга. Ведь здесь действительно прилично дует ветер. Пляж Агиос Никитас, к сожалению, закрыт. Все заросло. Трава на пляже не души. Поэтому двигаемся вперед. Ехали мы к пляжу Милош Бич. Ну и опять Google Навигатор нас завел. Искали пляж, но поднялись в такие горы. В общем-то, тут уже все закрыто. Это не сезон как бы. Вьюпоинт на самой вершине. Мы, конечно, сюда поднимались. Это было очень страшно. Дорога, если вам видно, она вот там вниз. То, а сам пляж, вот он, Милош Пляж. Сверху выглядит очень даже красиво. Но людей там только, смотрю, вот один зонтик и еще две пары. Все, людей никого. Ну и сейчас немножко прохладненько. 23-24 это утро. Но сам пляж шикарный. Голубая вода вообще просто прозрачная. Прямо видно все. Да и виды красивые. В общем-то, этот пляж можете ставить себе на заметочку. Да и сам вьюпоинт вообще шикарный. Вы можете прийти, почилиться на этих подушечках и полюбоваться этими видами. Самый красивый и самый труднодоступный пляж. К нему добраться можно пешком по горным тропам, либо морским путем. Здесь часто дует ветер и бывают волны. Пляж дикий, без инфраструктуры. Если вы все-таки планируете посетить этот пляж, позаботьтесь о еде и напитках заранее. И не забудьте зонтик. Среди пляжей острова Левкада вообще очень трудно сделать выбор. Но пляж Катисмо славится самой лучшей инфраструктурой на всем западном побережье. На пляже ну просто максимум комфорта. Уже по дороге к пляжу настроение становится особенным. Дорога ведет через зеленый ландшафт и уютные домики и отели. Этот пляж подходит как для семейных пар, так и для тусовок с друзьями. Мы все-таки спустились с той точки, где в Юпоинт 360, на пляж Катисмо. И я вам скажу, тут пляж шикарный. Он оборудованный полностью, зонтики, шезлонги. Все присутствует. Бары, рестораны, заведения, которые до сих пор еще работают. И, кстати, вот там вдалеке я вижу, стоят кемпинги. То есть люди приезжают, останавливаются даже на ночевку. Хотя тут знак есть прямо в этом месте, что нельзя останавливаться кемпингом. И автодомам, и прицепы. Автодома тоже нельзя останавливаться. Пляж хороший. Давайте посмотрим, насколько теплая водичка тут. Вода, просто парное молоко. Скорее переодеваться и ныряем. Действительно лучший пляж. И кайфовая вода. У-у-у-у! Мы нашли скрытый пляж. Проходим через такой камень. И тут можно уединиться. Типа дикий пляж. Посмотри, какая картинка. Ну, не шикардос. Мы для вас находим самые лучшие места. Каждая деревня на Левкаде имеет свою уникальную атмосферу. От тихих и спокойных до более оживленных. С множеством таверн и кафе. Проезжая поворот за поворотом, мы поднимаемся то вверх, то вниз. И перед нами каждый раз открываются все новые и новые картины греческой природы. В путешественной автомобиле всегда есть возможность полюбоваться красивыми пейзажами. Просто остановились на смотровой площадке рядом с дорогой. И смотрите, какой пейзаж открывается. Ну, не бомба. Я не знаю, видно ли вам в камеру, но вид отсюда просто бомбический. И еще одна локация с не менее чудесным видом. Где можно присесть, попить кофе и полюбоваться такими пейзажами. Друзья, ну и следующий пляж у нас это Порто Коцыки. Тут, конечно, атмосферное место. Это самый южный пляж острова. Название острова пошло от диких коз, потому как только они могли раньше добраться до него. Вис со скалы захватывает дух. Дикий берег с крутыми обрывами переходит в песчаный пляж, на который можно спуститься по лестнице. Но не по этой. И на тот момент мы еще даже и не догадывались, что нас ждет дальше. Парковки тут три. И они все платные по 5 евро. Но если вы хотите бесплатно, то вам придется встать только вот там вот на горе. И спуститься вниз пешочком. Ну и, в общем-то, вокруг магазинчики, бары, кафешки. Мы спускаемся вниз к самому пляжу. Такие отвесные горы. Сам пляж находится внизу, в низине. Вот заплывают на яхтах. Вот он тот самый мостик. Короче, мостик закрытый. Тут забор и знак. Но мы, как настоящие проходимцы, сошли без спроса. Вот так выглядит сам мостик. Бомбический вид. А он разломался. Там пол моста нету. Походу, тут было немножко землетрясение. Ну и вот он сам пляж. Красотища! Друзья, что вам сказать. У нас сейчас проходит спасательная операция. Мы тут летали на дроне. И наш дрон потерялся вот где-то вот в этих кустах. Вот здесь вот. Но на карте вот мы его видим от нашего места. Вот буквально 3 метра. И достать его. Если не достанем, то, конечно, он упадет и разобьется в воду. Вот ребята нам помогают. Нашли веревку. Привязали. Славка спустился. Но веревка недостаточной длины. Пошел искать помощь. И нужен кто-нибудь поменьше ростом, габаритами. Потому что там колючие кусты и тяжело пробраться. Нашли парня. И он отозвался помочь нам. Вообще без веревки, без ничего. Без... Короче, потеряли дроны. Прямо на краю пропасти. Это просто капец. Вау. Немцы по кругу. О май гад. Парень пошел спуститься. Вниз. С той стороны обрыв. Огромный обрыв. Вам с дрона будет видно, если я его достану. Он пошел на край. На самый край. Все за нас переживают. Ребята помогают. Что-то несет. Есть? Вау. Еще один метр, и он бы плавал. Нет, нет. Нет. Один пиво. Один пиво, иди кайф. Поехали. 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 В общем, спасательная операция прошла успешно. Теперь можно и покупаться, отдохнуть. Но это было, конечно, страшно. Парень отважный. Вообще просто напрочь. Он полез туда, к этому обрыву. Ну, я не знаю. Без страховки. Он без страховки. Причем я там завязывался веревками, пытался. Но веревки не хватало где-то метра три. Потому что обрыв, ну, бешеный, реально. Вот посмотрите. Обрыв. Вот прямо где автодом, последнее дерево с краю. Я не знаю. Ну, пацан вообще отважный. Ну, просто капец. Мы его отблагодарили. И идем отдыхать. Вот оно, то самое дерево, где он висел. Прямо на краю заветки. Высоко было падать. Я надеюсь, эта ситуация заслуживает лайка. И эти виды тоже заслуживают лайка. Мы для вас стараемся. Друзья, на этом наше приключение на Левкасе заканчивается. И мы выдвигаемся на Закинтос. Готовы к новым приключениям, мы отправились в путь. И вернувшись на материк, мы двинулись в направление порта Келлини, который расположен в маленьком городке. Именно из этого порта отходит наш паром на остров. Двигаемся к нашему парому. Заезжаем на посадочку. Наше судно отличается от соседнего судна. Это судно идет на другой остров. Поэтому не перепутайте. Паром отходит пять раз в день, в зависимости от сезона. И билеты мы купили в кассе. Но ни в коем случае так не поступайте в сезон, так как вы рискнуете остаться без билета. Сама погрузка оказалась довольно быстрой. И через 30 минут мы были уже в пути. Вы еще видели где-то на пароме, чтобы были эскалаторы? В общем, наслаждаемся поездкой. Можно присесть и тут за столиком. Ну а мы пойдем на палубу. Ну здравствуй, Закинф. Или как его еще называют, Закинтос. Хотя это название столицы острова. Закинф еще одна жемчужина побережья. Он славится своими пляжами и бухтами. Некоторые даже являются символами острова. И без транспорта на острове никак. Расстояния большие, а дороги узкие. Первое, что бросается в глаза, так это прокат транспорта. Распространены мопеды, байки, Сузуки Джимми или самурай с закрытым верхом. Но что бы вы ни выбрали, это вам даст возможность как можно ближе познакомиться с островом и его достопримечательностями. Арендовать авто рекомендуем заранее, поскольку высокий сезон, все машины на расхват. И так как у нас есть план на несколько дней, давайте все по порядку. Ну и конечно, нам нужно было где-то остановиться. И мы выбрали для себя вот такой вот милый розовый домик. Который называется Катерина Румс. Находится он в центре острова. И отсюда добираться до любой точки острова полчаса. Друзья, обзор апартаментов мы делать не будем. Но кому интересно, мы оставим ссылочку в описании. И по плану у нас было исследовать остров. Мы отправились для отдыха на ближайший пляж. И проезжая узкие дороги улочек, ну просто невозможно не отметить количество диких оливковых деревьев, с которых собирают оливки традиционным ручным методом. Олива – это национальный греческий продукт. И это просто райское место для любителей оливок и оливкового масла. Мы остановились на оливковой ферме, где можно посмотреть, как отжимают масло, как происходит весь процесс. Вот такой вот мини-заводик. А на масловойне вам даже проведут экскурсию. Сегодня оливки перерабатывают с помощью самого современного оборудования. Масло получают из залива крайнего сбора, отжимают и разливают без фильтрации. Таким образом, в масле сохраняется максимум полезных веществ. Оно удивительно ароматное и насыщенное. Ну а о полезных свойствах оливкового масла можно говорить бесконечно. Все желающие смогут не только продегустировать его, но и купить. Загадала желание? Да! Ну тогда поехали дальше. Широкий, красивый пляж Аликанас. Он растянулся на северо-восточном побережье Закинфа. Пляж отличается мягким песком и чистой водой Ионического моря. Пляжи здесь обустроены, множество уютных таферм вы найдете и кафе. Ну а мелкое прогретое море порадует вас и ваших детей. А взрослые в свое время смогут развлечь себя водными видами спорта и прогулкой на лошадях. Тем временем на пляже Ира занимается стройкой крепости. Метеоры. Моя справа. Кто переплюнет по высоте? По-моему, у тебя упало. А у меня тоненькое, но длинное, ты видишь? Ну, согласись, что ты проиграл. Тебе даже экранная рука не поднимает. Не помогает. Когда ты старалась полчаса, у меня было выше. Ты же не могла снимать, когда у меня было выше? На следующий день по плану было исследовать северную часть острова. Именно эта часть Закинфа изрезана живописными бухтами. К некоторым из них можно добраться только по морю. Самую подходящую экскурсию, которую мы нашли, это 25 евро с человека. На такой лодочке тут порядка 30 человек. Других вариантов мы не нашли, потому что конец сезона. Мы оставили машину на парковке в этом порту. Агес Николас. И тут только можно взять экскурсию на маленькой лодке. На большой лодке можно только взять экскурсию в Закинтосе. Короче, это настоящие американские горки. Волны большие, поэтому мы скачем на них прилично. Ну и, конечно же, бухта Навая, которую пропустить нам просто было невозможно. Мы подчаливаем к бухте. На сегодняшний день на пляж и на останки корабля можно посмотреть только с воды. Из-за последнего землетрясения и обвала скалы доступ к пляжу закрыли. А совсем недавно толпы туристов высаживались на этот пляж и нежились на солнышке и делали фото и видео на память. Пляж кораблекрушений, или, как его многие знают, пляж Навая, является главной достопримечательностью Закинфа. Суши – это волшебное место окружено скалой, и добраться к пляжу можно лишь на судне. Магнитом для всех туристов является полуразрушенный ржавый остров настоящего корабля, который много лет назад, по одной из версий, провозя контрабандные товары, уходил от преследования греческой полиции и сел на мель. И вам наш совет, чтобы полностью насладиться красотой этой бухты, приезжайте на нее посмотреть после обеда, так как в это время солнце полностью освещает этот пляж. Остановочка в Голубой пещере на купание. Мы покупались, вода 25 градусов, вообще, кайф. И прозрачная, как в стакане. И, кстати, плавают какие-то кальмары, осьминоги какие-то непонятные. Вот там в воде видно. Сама экскурсия длится 2,5 часа. Это вместе с остановкой на купание. Во время всей поездки гид рассказывает интересные и увлекательные истории. А еще исполняет крутые виражи на своем катере, от чего у вас поднимется настроение, даже если у вас его не было. Сейчас заходим в пещеру. Начинаем поездки. Голубые пещеры или гроты также являются визитной карточкой Закинфа. И к ним также можно добраться только по воде. Лучи солнца, проникая сквозь трещинки в каменных глыбах, особым образом преломляются и отражаются в чистейшей воде миллионами голубых бликов, разных оттенков. 25 евро с человека входят в голубые пещеры и пляж Новая с тем разбитым кораблем, гнилым, ржавым, который уже стоит там много времени. В общем, купаться там не получится. Запрещено уже с того момента, как обвалилась скала. И поэтому вы можете только пофоткаться там. Но голубая пещера, будут остановочки на купание. Вода кайфовая, 25 градусов даже в октябре. Также вы можете взять самостоятельно катер на прокат. На эти лодочки права не нужны. Только вот на эту лодочку нужны права. На такую, вводные права, если у вас есть. Значит, 140 евро стоит лодочка на день. Права не нужны. И по возвращению катера нужно будет заполнить полный бак. Да, и не забывайте торговаться. Ну и, конечно же, вьюпоинт Навая не оставляет без впечатлений. Мы пришли на эту локацию, естественно, пофоткаться. Оборудованные балкончики нормально. Где хорошо все видно. Чудесный вид. Ну, а мы пойдем по горе до флага. Я думаю, там будут не менее красивые виды. Ну и будьте готовы к тому, что тропа к этому флагу выглядит примерно вот так. Это метеоритная тропа. Но эта порода, она явно какая-то неземная. Она какая-то с Марса 100% откуда-то. А нам еще топать и топать. Вот аж туда. Ну, собственно, ради этого вот сюда мы и пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем исследовать остров и направились в туристическую деревушку Лаганас. Это самый большой и оживленный курорт на южном берегу острова Закин. Но не она была нашей целью, а крошечный остров, который находится непосредственно в бухте Лаганас. И следующий локацию у нас это Камео Айланд. Это маленький островок, соединенный пешеходным мостиком. Остров считается частной территорией и вход на остров платный. Бесплатно можно прогуляться по мостику и сделать классные фоточки. Идемте прогуляемся по этому красивому мостику. А мы, короче, идем-идем по мостику. Сначала не обратили внимания, а потом такие бац, смотрим вниз. А вот они ежи. Их тут просто море. Вот эти черные точки, это все ежи. Конкретно много. Вот он прячется, крабик. Но это маленький-маленький. Убежал. Друзья, в интернете написано 4 евро вход, но по факту 5. Мы купили билетики, но тут включена фотография. Бесплатная, на брелочек. Вот такого плана. Ну, мелочь, но приятно. Остров Камоэ известен как остров Свазит. Весь остров может быть арендован для проведения церемонии. В заливе, над которым развиваются белые вуали, устанавливают алтарь, и романтическая атмосфера рождается естественным образом. И так как вода вокруг острова очень теплая и прозрачная, здесь можно встретить черепах карета-карета. Они также являются символом закимфа. В общем, друзья, черепах здесь увидеть не получится, это точно. Очень в редком случае. В основном тут можно позагорать, почилиться, покупаться. И этим пейзажем полюбоваться. Вода чистейшая, но не забывайте обывать тапочки, хоть там и не постелили пару ковриков. Все равно дно каменистое. Но если вы хотите посмотреть на черепах, вам придется взять лодку на прокат и прокатиться до черепашьего острова. Что мы попытаемся сделать. В общем, мы решили взять вип-экскурсию. Разница всего в 10 евро. Но мы поедем только вдвоем с парнем вот на такой вот лодочке. Это все займет примерно час времени. Надеемся, мы черепаху увидим. Также, если у вас много человек, вы можете взять экскурсию вот на такой лодочке большой. Вот одну черепаху мы уже нашли. Глубина 2 метра. Большая довольно-таки, но она плывет по дну. Размер взрослой черепахи достигает полутора метров, а вес составляет более 100 килограммов. И чтобы отложить яйца в песок на одном из пляжей острова, взрослые черепахи приплывают к острову Закинфу в основном в бухту Лаганов. Это происходит один раз в три года. Черепахи откладывают яйца с мая по июль, а вылупляются маленькие черепашки с июля по октябрь. Друзья, конечно, тут черепах море. Просто их в море море черепах. Их очень много. Большие, маленькие. Мы для вас попробовали заснять подводные камеры. И если будет видно нормально. Вот она красавица. Сейчас она вынырнет вдохнуть. Ух, какая она большая! Ух, какая она большая! Красавица! О, вдохнула! Ух, погладить тебя не получится! Ух, какая она большая! Да, это очень огромная черепаха! Друзья, в общем, берите экскурсию на черепашем острове. На лодочке. Вы можете взять экскурсию на лодочке с прозрачным дном, где вы увидите внизу через стекло черепаху. Это зрелище вас порадует. Сделали высадку на этом острове. Посмотреть на эти гнезда. Конечно, если вы хотите увидеть, как вылупляются из яиц черепахи, вам нужно приходить в 7 утра. Тогда есть шанс, что из каких-то гнезд полезут маленькие черепашки и поползут в воду. Тут даже присутствует барчик на воде такой в виде. Боут-бар. Экскурсия на черепаший остров обязательна к посещению, если вы на Закинтосе. Ну, а мы двигаемся дальше. Друзья, мы нашли на карте классный вьюпоинт. Сюда стоит приехать. Здесь вкусные коктейли ребята делают. И кофе тоже обалденное. Да, и вид вас тоже порадует. Локата называется Мизитрес Кафе. Присутствует парковочка, где вы можете вставить автомобиль и подняться 50 метров. Тут такой барчик и смотровая. Друзья, все локации мы оставим в описании. Ну, а с вас лайки, подписка. Пока бесплатно. А мы поехали дальше. И давайте посмотрим, удивит нас еще Закинтос своими видами или нет. Давай. И еще одна не менее красивая локация Караканиси бич. Он необычный пляж, каменистый, где вы можете сигануть воду прямо с камня. Ну, и полюбоваться, конечно же, красивыми видами. Что мы сейчас и будем делать? Есть кафешка тут такая, но мы на нее уже не успели. Она закрылась. Ну, а сам пляж находится вот в этом ущелье. А я все-таки хочу спуститься прямо до конца вниз. Мне все-таки интересно, насколько тут вода теплая или холодная. Ну, и этот вид меня просто не останавливает вообще. Эта дырка, ну, просто шедевр. Красота. Я не знаю, хочется туда залезть. Вроде бы не скользкие камни, но... Да, здесь везде лежат. Кстати, кто-то забыл трубку. Полотенце даже есть. Так что тут все оборудовано. Будем прыгать? Других вариантов я не вижу. Ну, а мы лезем туда, наверх. Или не лезем? Ну, давай подождем лайков тогда. Ну что, погнали? Побежали карабкаться наверх. Куда полез этот человек? Непонятно. Я сделал это. И все ради вас. И посмотрите, какая красота. И вот именно с этого камушка вы можете сигануть прямо в воду. Я не понимаю, почему там такая красная порода. Она прям красная. А вода голубая-голубая. Чистейшая. Камни такие острые. Ну, тут глубоко очень. Ирка, ну что, будем встречать закат тут? Да, давай. Место очень необычно на самом деле. Здесь немного оборудована территория. Вырубленные в скале ступеньки. Ну, так, немножко опасненько. Да, и тут ветрено. И на этом прекрасном кадре, друзья, мы будем заканчивать наше путешествие и двигаемся с Закентоса на материк. И наша дорога будет в сторону дома. И давайте подобьем итоги. Во что обошлось нам наше путешествие? За 10 дней всего нашего маршрута за дороги мы заплатили 42 евро. Оплатить можно как наличными, так и картой. Отдельно отметим проезд по мостам. Это стоило 29 евро. Паром в обе стороны обошелся нам в 126 евро. Скажем так, не все отели были достаточно комфортными. На некоторые из них мы сделали обзоры, которые вы увидите в следующих роликах. В каждом путешествии есть свои преимущества. От автомобильного путешествия вы получите море удовольствия и множество локаций, которые вы можете самостоятельно посетить без экскурсий и экскурсоводов. А еще хотим отметить, что в путешествии вне сезон, то есть конец сентября, октябрь месяц, очень удачное время для путешествий. Морское путешествие на кораблях всегда увлекательно. Но если вы не смотрели ваше видео про круиз на большом лайнере, переходите по ссылочке в описании.